Добрый день, любители радиоуправляемых моделей! Вот мы с вами и добрались до моделей современных самолетов. Сегодня приступаем к сборке нового проекта одной из самых знаковых машин в семействе МИГ, МИГ-29. В первую очередь хочу сказать спасибо Вадиму Бабенко из Саратова, он стал инициатором этого проекта. Но сегодня мы с вами приступаем к сборке каркаса и фюзеляжа этой модели. Перед началом работы традиционно озвучим электронику. Эту модель мы разрабатываем с учетом возможности установки как импеллеров, так и обычного толкающего мотора. Импеллеры здесь будут применяться 50 миллиметровые две штуки, соответственно на каждый импеллер нужно будет 40 амперный регулятор для надежности. Сами импеллеры лучше всего брать с многолопастными крыльчатками, они дают больше тяги, хотя конечно и более прожорливые. Для управления моделью нам понадобится 4 сервомашинки, желательно с металлическим редуктором, либо МГ-90, либо их аналоги в том же размере 9-11 грамм. На этой модели мы не будем делать рули направления, но зато будет передняя поворачиваемая стойка шасси, на нее в любом случае сервомашинка нам понадобится. Опционально на эту модель будут устанавливаться либо 25 граммовые ретракты для убираемых шасси, либо обычные неубираемые стойки. Для питания импеллеров нам понадобится достаточно хорошая батарея с высокой ТК отдачей, емкостью не менее 2 200 миллиампер. Вообще с аккумулятором будем экспериментировать, за счет аккумулятора будем подбирать центровку. Батарейный отсек закладывается с таким расчетом, чтобы можно было поставить аккумулятор от 2 200 до 4,5 и даже 5 ампер часов. Для варианта с толкающим винтом понадобится двигатель класса 2217 с оборотами от 1700 до 2500. Регуляторы под эти моторы также понадобятся от 50 ампер, так как высокооборотные моторы прожорливые. Но первым делом нам нужно будет собрать вертикальный стрингер, это вот такая достаточно длинная деталь, больше метра, плюс еще не забывайте про хвостовое оперение, так что модель получается достаточно длинной, но в размах укладывается 900 миллиметров. Промазываем стыки клеем, детали соединяем. Эта модель уже достаточно серьезная, деталей здесь много, шпангоутов 21 штука только на верхней части фюзеляжа, поэтому после разборки нарезки обязательно разложите все детали по порядочку, стопочкой друг за другом, чтобы вы гарантированно не перепутали, что куда ставить. Номерами разворачиваем к себе и при установке шпангоуты все берем с одной половины вот этой пачки. Ну и ставим детали по порядку, аналогично следующую деталь и так далее, все элементы по порядку. При установке будьте внимательны, не путайте детали. Ну а сейчас аккуратно разворачиваем эту заготовку вертикально ставим и вклеиваем оставшиеся шпангоуты. Аккуратно промазываем клеем и затем на верхний шип как бы застегиваем. Аналогично ставим спарку из девятого и десятого шпангоутов. Низ проконтролируйте тоже, чтобы встал вровень с вырезом. Сейчас на этом этапе собираем корпус батарейного отсека. Первым делом вклеиваем площадку. Ставится эта площадка достаточно свободно. Теперь вклеиваем стенки батарейного отсека. Заводим шипы. Плотно прижимаем края к шпангоутам. Вторую стеночку аналогично. Устанавливаем оставшиеся два шпангоута. Низ поставили. Фиксируем шпангоут в вырезах на стенках батарейного отсека. И чтобы шпангоуты не расходились, так их стягиваем скотчем до просушки клея. Ну и сейчас нам нужно будет установить хотя бы один из стрингеров. Начать советую с верхнего. Он более узкий и ставить его удобнее. Вообще стрингеры здесь большие, особенно нижний. Так что на маленьких деталях потренируйтесь. Аккуратно задвигаем стрингер на место. Плотно доводим до вертикальной пластины. Обязательно подожмите. Теперь устанавливаем двадцатый шпангоут на заднюю часть нижнего стрингера. Обратите внимание, какая у нее ширина получается. Промазываем шпангоут. И устанавливаем также лицевой стороной назад, ближе к короткому краю. Вот в этот вырез. Совместили. Подровняли по краю. И сейчас этот кусок стрингера вместе со шпангоутом ставим на место. Самое главное, не прикладываем никаких усилий. Детали должны идти свободно. Если где-то запинаются, упираются, лучше посмотрите. Ну и теперь раскрепляем окончательно эту половину фюзеляжа при помощи вот такой широкой детали нижнего стрингера. Промазываем также клеем. Но здесь нужно работать пошустрее, чтобы клей не успел пересохнуть. Как говорится, поспеша и не торопясь. С одной стороны нельзя засушить клей, а с другой стороны нужно каждый участок, каждое место стыка контролировать. Саживаем постепенно. Буквально по нескольку миллиметров. Вот нигде щелей нет. Ну и одна половинка у нас уже на что-то начинает походить, согласитесь. Как видите, работы много, поэтому вторую половину мы с вами продолжим в следующей части. Ну а на сегодня пока оставим этот сегмент каркаса на просушку. И в следующий раз уже собирать будет проще, так как детали не болтаются, не шевелятся и можно будет работать спокойно. Сейчас на канал youtube уходят только короткие нарезки по основным моментам сборки модели. Если вам требуется посмотреть более подробную версию, сделать это можно в центре развития моделизма. Ссылочка будет в подсказках. Переходите, регистрируйтесь, смотрите подробные пошаговые видео уроки и собирайте модели вместе с нами. А на сегодня я с вами прощаюсь. Ставьте лайки, подписывайтесь на канал. Не забывайте про наши группы в социальных сетях. Вконтакте самая активная группа. Также для вас работает форум. Есть интернет-магазин, где можно приобрести как готовые модели, так и комплектующие для них. Ну и, конечно же, центр развития моделизма. Место, где собирается вся информация от самых азов и до сборки вот таких сложных, но интересных аппаратов. Все проекты с подробными пошаговыми видео уроками. Вся информация рассортирована, искать ее удобно. В общем, сделано все, чтобы вы спокойно и безболезненно вошли в наших хобби и занимались любимым делом. Будьте с нами, смотрите нас. До свидания. Подписывайтесь на наш канал, ставьте лайки, оставляйте комментарии и ждите новых видео. До встречи. Играем по-взрослому.